Итак, рассмотрим моделирование базы данных с использованием Django ORM на примере онлайн-магазина. В нашем магазине будут следующие сущности. Конечно же, это будет товар, категории товаров и корзина. И также пользователь, который будет связан с корзиной. И у каждого пользователя у нас будет по одной корзине в один момент времени. Также у нас корзина будет содержать некоторое количество товаров, то есть связь с товарами. И категории у нас также могут быть связаны с товарами. Диаграмма сущность связь будет выглядеть следующим образом. У нас здесь есть продукт, который связан с категориями. При этом каждый продукт, он может принадлежать нескольким категориям. И, естественно, в различных категориях у нас может быть ноль или несколько продуктов. Также у нас есть корзина пользователя, которая связана с продуктами. Причем у нас не может быть корзин без продуктов. Но могут быть продукты, которые не входят ни в одну из корзин. Еще одна особенность в том, что у каждого пользователя у нас только одна корзина в один момент времени. Или ноль корзин в какой-то момент времени. При этом корзина также не может существовать без пользователя. Нормализовав наши отношения, мы получим две второстепенные таблицы, которые будут связывать продукты и категории, отношения многие ко многим, и продукты и корзины, также отношения многим ко многим. При этом в созданных промежуточных таблицах атрибуты являются внешними ключами к соответствующим сущностям. И также в сумме они дают первичный ключ. То есть составной первичный ключ для продукт-категории является продукт-айди и категория-айди. Все остальные атрибуты отношений остались прежними. У нас здесь также есть внешний ключ в корзине, связанный с пользователем. При этом данный атрибут в отношении basket должен быть уникальным для того, чтобы поддерживать связь один к одному. Такая объемная схема отношений, состоящая из шести таблиц, в Django записывается достаточно емко. Нам достаточно определить всего три модели. Прежде всего, следует отметить, что в Django есть встроенный тип поля many-to-many field, который самостоятельно будет создавать промежуточную таблицу. И также для удобства моделирования есть тип поля one-to-one field, который, по сути, создает foreign key с флажком unique. То есть, все значения в этой таблице должны быть уникальными. Еще одной удобной особенностью использования ORM является то, что некоторые часто используемые модели уже встроены в фреймворк, и их можно использовать для моделирования своих данных. В данном случае в Django уже есть модель юзера, пользователя, которая связана с механизмами авторизации, и, собственно, нам нет необходимости реализовывать это все заново. Мы можем использовать готовую модель и связать эту модель с нашей корзиной, как раз отношением один к одному, так как у нас одному пользователю соответствует только одна корзина.